Как Киви-банк за один день потерял лицензию и оказался на пороге ликвидации? И что будет с деньгами вкладчиков и владельцев электронных кошельков? Неужели торговля с Турцией может официально прекратиться? И какие еще банки из дружественных стран отказались от расчетов с Россией? Почему сегодня снова упал индекс Мосбиржи? И при чем здесь акции Киви? Ну а также, что делать с растущей закредитованностью россиян? Друзья, эти и другие важные темы из мира экономики и финансов мы с вами в самые ближайшие минуты обсудим. Как всегда, с вами Кира Юхтенко. Это ежедневный обзор новостей от команды InvestFuture. Так что не забывайте ставить лайки и оставлять комментарии. Ну и, конечно, обязательно подписывайтесь на наш канал, потому что это очень важно для развития нашего проекта. А работаем мы для того, чтобы вы повышали свою финансовую грамотность и больше зарабатывали вместе с нами. Друзья, ну начну я сегодня с новости, которую точно можно назвать самой громкой темой дня. Ну, как минимум потому, что давненько у нас ничего подобного не случалось. И, как вы уже, наверное, догадались, речь идет о ситуации вокруг Киви-банка, у которого ЦБ сегодня отозвал лицензию. Что вообще произошло? О решении регулятора стало известно. Сегодня рано утром причиной назвали многочисленные нарушения закона. Переводы в пользу нелегальных обменников криптовалюты, онлайн-казино и букмекерских компаний. По мнению ЦБ, банк участвовал в легализации преступных денег, ну а заодно не очень-то следил за безопасностью, судя по всему. Регулятор заявил о случаях, когда кошельки открывались без ведома владельцев персональных данных. Ну а дальше все стало развиваться, ну буквально как в каком-нибудь, не знаю, новостном сюжете из 90-х годов. Агентство по страхованию вкладов, которое временно назначили управлять Киви-банком, объявило, что будет его ликвидировать. Ну, по всей России сразу же, просто в моменте стали закрываться офисы и терминалы организации. Еще несколько банков на этом фоне заявили о трудностях с оплатой мобильной связи и других услуг через их приложение. Начались проблемы и с Киви-кошельком, оператором которого является Киви-банк. С 10 утра по Москве компания обрубила возможность пополнять их и снимать с них наличные. С 11 часов заблокировался и вывод средств на банковские карты. Затем и приложение Киви тоже легло из-за высокой нагрузки. Люди, которые хранили деньги на электронных кошельках, ну попросту лишились возможности хоть как-то их забрать. Причем, возможно, окончательно. Как отмечают банки РУ, правила оферты, которую клиент подписывает, когда он открывает кошелек, не предусматривают страхование средств и их возмещение. Хотя тут нужно отметить, что надежда в этой ситуации все-таки есть. Вот в агентстве страхования вкладов заявили, что владельцы Киви-кошельков могут подать заявление о возврате. И если его одобрят, то деньги выплатят при ликвидации банка. В ЦБ уже отметили, что средств на это у Киви точно должно хватить. Ну, то есть по факту какие-то гарантии сейчас есть только у вкладчиков, потому что им сразу же пообещали возмещение вложенных денег и накопившихся процентов, но как бы все по правилам, да, не более 1,4 млн рублей на одного человека. Выплаты должны начаться не позднее 6 марта. Если что, можно сходить на сайт ISV и там узнать подробности. Кроме кошельков, временно прекратил работу сервис международных переводов «Контакт», потому что он тоже принадлежит группе Киви. Пока не очень понятно, что с ним будет дальше. Вообще у этого сервиса более 600 тысяч точек приема и выдачи переводов. Работает он в 186 странах мира. Ну и в частности, им активно пользовались иностранцы, которые работают в России, и россияне, которые живут за рубежом. Так что будем очень внимательно следить за дальнейшей судьбой контакта. Это тоже многих людей волнует. Следующий вопрос, что с заемщиками банка, которые вот-вот ликвидируют? Ну вот для них, кстати, почти ничего не поменяется, потому что кредиты все-таки придется выплачивать, но их передадут в другой банк с сохранением ключевых условий. В какой, пока неизвестно. Кстати говоря, с бумагами группы Киви на Мосбирже вообще началась какая-то вакханалия. Это, конечно, очень любопытно, но давайте мы об этом поговорим чуть-чуть попозже в нашем блоке про рынки. Вы обязательно дождитесь, потому что там есть реально чему удивиться. Ну, если подытожить. История с Киви-банком, на самом деле, вполне ожидаемая. Проблемы были уже давно, да, мы про них знали, мы их обсуждали. Отзыв лицензии связан именно с нарушением законов, а не с финансовыми проблемами при этом. И банк уже не раз получал предупреждение от нашего регулятора. Ну вот, пожалуй, последнее китайское было сделано в августе прошлого года. Конечно, тогда руководство отчиталось, что, значит, косяки все исправили. Но ЦБ, вот, похоже, никаких попыток исправить ситуацию не увидел. Так что Киви-банк в целом получил такие вполне ожидаемые последствия. Но вот только ни в чем не виноватых и все равно пострадавших людей, конечно, очень и очень жаль. Друзья, вы напишите в комментариях, задела ли вас как-то вот эта вся история с Киви. Там, может быть, у кого-то застряли деньги на Киви-кошельке. Может быть, у кого-то там перевод через контакт сорвался. Пишите в комментариях, если сможем, обязательно поможем, советом вдруг, что знаем. Ну а пока давайте пойдем дальше, но после короткой и полезной паузы. Друзья, ключевая ставка ЦБ остается высокой, а рынок ценных бумаг волатильным. Новости нам напоминают, что очень важно диверсифицироваться. Один из удобных инструментов – это инвестиционные платформы, такие как «Поток». На них предприниматели берут в долг у частных инвесторов. Это удобнее и быстрее, чем банковские кредиты. Клиенты «Потока» инвестируют почти так же, как на фондовом рынке. Они выбирают подходящую стратегию, а система распределяет средства между заемщиками. Чтобы на платформе освоиться, подойдет стратегия без риска. Доход по ней – 18,5% годовых, а все дефолты выкупает платформа. Если требуется большая доходность, то можно выбрать базовую стратегию – до 21% годовых, или агрессивную – до 22,5%. Я сама использую консервативную стратегию – инвестиции только в самых надежных заемщиков. Риск минимальный, ну а доход может достигать 19,5% годовых. Кроме того, на «Потоке» можно использовать выкуп портфелей. Эта функция позволяет досрочно продавать инвестиции и выводить деньги с платформы. Любой инвестор может продать портфель целиком, либо установить лимит по сумме и часть денег вывести. Инвестиции выкупаются в случайном порядке, выбрать конкретные нельзя. Продать можно текущие инвестиции по стратегиям вторичного рынка с 1 октября 2023 года. Никаких серых схем. «Поток» у нас состоит в реестре Центрального банка, а одним из акционеров платформы стала Московская биржа. Сейчас участники платформы могут заработать больше, чем на депозитах, акциях и облигациях. Друзья, оцените «Поток» лично, а подключиться к платформе можно по ссылке в описании к видео. По ней же доступен и приветственный бонус. Плюс 14% годовых на первое пополнение от 20 тысяч рублей. Акция продлится до 28 февраля, так что не пропускайте. Итак, продолжаем наш выпуск. К сожалению, сейчас проблемы с некоторыми банками у нас появились не только на внутреннем рынке, но и на внешнем. Как вы помните, после декабрьского указа Байдена о вторичных санкциях за сделки в пользу российского ОПК у нашего бизнеса начались трудности, причем даже в дружественных странах. Это, на самом деле, такая не очень приятная тенденция последних недель. Турецкие банки первыми начали отказываться от операции с российскими коллегами и даже закрывать счета клиентов с российским гражданством. И если до недавнего времени все было на уровне каких-то там частных случаев, то вот сегодня Ассоциация банков Турции уже официально объявила, что проблемы в расчетах есть. Буквально вчера, говоря о новых санкциях США, я вот вам рассказывала, что российско-турецкий товарооборот, который рос весь прошлый год, с начала этого года падает и падает. В январе импорт из Турции уже сократился почти наполовину, экспорт упал на 20%. Когда ни одна из сторон не может нормально оплатить поставки, ну, как бы торговля ожидаемо, конечно, катится в тартарары. Турецкие компании с 22 года, в общем-то, активнее всех помогали России обходить западные ограничения и как бы считались такими, ну, супердружественными. Ну, а теперь получается, что они настолько опасаются санкций американских, что блокируют любые отправления, которые хоть сколько-нибудь напоминают там товары для военных нужд, даже если это можно как-то там подтянуть чисто формально. Ну, например, там вот машинное оборудование, об этом пишет агентство Reuters. Вообще, сегодняшние новости из банковского сектора легко описать фразой, вот час от часу не легче. Вот известия сообщают, что еще три крупнейших китайских банка перестали принимать платежи от российских коллег, которые, соответственно, находятся под санкциями. Тут речь идет об Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank и Bank of China. Я как-то не понимаю, на русском или на английском произносить, но, в общем, вы поняли. Но последний, который вот Bank of China, опроверг эти новости и заявил, что по-прежнему принимает переводы от российских финансовых организаций в рублях и юанях. Остальные два никак ситуацию не комментировали. Ну, конечно, речи о полной торговой блокаде России не идет. Нашим партнерам все так же выгодные сделки с российскими компаниями и варианты для отправки платежей все еще есть. Но их становится все меньше и ситуация осложняется. Есть ощущение, что сейчас начался вот такой вот некий очередной раунд противостояния России с западными странами, и в ход идет то, что до этого оставляли, ну, как говорится, на крайний случай. Судя по всему, сейчас ужесточат контроль за соблюдением существующих санкций и бить будут, ну, хотя, в принципе, уже начали, по странам, которые России помогают их обходить. Ну, тут надежда лишь на изобретательность российского бизнеса, который уже показал свою живучесть. Ну, и в целом вешать нос, наверное, не стоит, никому не советую. В общем-то, российской экономике давно уже обещали крах, но она как-то пока держится, где-то даже растет. А это, конечно, очень важно для того, чтобы мы с вами как-то тоже справлялись. Так что будем надеяться на лучшее. Ну, а теперь, друзья, давайте перейдем к новостям фондового рынка. И вот тут, к сожалению, тоже все сегодня как-то не очень весело. Вчерашняя коррекция не только продолжилась, но и усилилась. Индекс Мосбиржи впервые с начала января провалился ниже 3 140 пунктов. Итог дня минус 2 с лишним процента. Ну, таким образом, от роста, который вот был, да, с начала года, ничего почти не осталось. Почему это падение началось? Давайте попробуем разобраться. Ну, тут главная причина – это ожидание новых санкций от США и Евросоюза. Белый дом анонсировал крупный пакет ограничений и не уточнил подробности. Но некоторые аналитики считают, что целью могут стать финансовый сектор энергетика. Один из худших вариантов – это, конечно же, санкции против НКЦ, национального клирингового центра. Это как бы наш главный клиринговый центр, через который идет каждая сделка на финансовом, валютном и срочном рынках. Валюта от контрагентов на рынок тоже попадает у нас через НКЦ. И поэтому санкции против него, ну, по крайней мере, на время, могут отрезать экономику от внешнего мира и вызвать проблемы с импортом и экспортом. В первые дни мы наверняка увидим обвал рынков. Все срочно будут искать способы перезапустить поставки и расчеты. Ну, и при этом инфраструктура для торгов российскими акциями пострадать не должна. Но надо быть готовыми к тому, что в теории у нас могут быть краткосрочные остановки торгов, чтобы, ну, просто происходящее как-то осмыслить. Но тут стоит помнить, что Центробанк начал готовиться к санкциям против НКЦ еще в 2022 году. Но будем надеяться, что регулятор сумеет быстро взять ситуацию под контроль, если все-таки это произойдет. Кстати, санкции США должны объявить нам 23 февраля. Это праздничный день, и поэтому торгов на Мосбирже не будет. Поэтому реакцию рынка мы сможем узнать по факту только в понедельник, 26 числа. И до этого момента я бы воздержалась все-таки от резких движений по своему портфелю. Ну, а кроме страха перед санкциями, сегодня на рынок давила нефть, которая просела до 82 долларов за баррель. Черное золото ушло в боковик в ноябре прошлого года. И с тех пор цена ни разу не поднималась выше 85 долларов. На этом фоне акции российских нефтяников пригрустнули. За последнюю неделю в минус у нас ушли практически все представители этого сектора. Но до сегодняшних результатов в Киеве им, конечно, далеко, потому что акции компании в моменте падали на 50%. И на фоне масштабных распродаж в Мосбирже даже пришлось дважды вводить по ним дискретный аукцион. Это такая экстренная мера. Ну и при этом брокер БКС сегодня попросил клиентов закрыть маржинальные позиции по бумагам Киеви. То есть полностью закрыть все шорты и обеспечить деньгами длинные позиции. Ну а с 22 февраля Мосбиржи вовсе вводят запрет на шорт-расписок Киеви. И то же самое касается и облигаций Киеви Финанс, которые сегодня рухнули у нас на 60%, соответственно. Самое интересное в этой истории то, что компания, которая торгуется на Мосбирже, и Киеви Банк, которые вот сегодня лишили лицензии, вообще-то это, по сути, две разные вещи. И многие, мне кажется, этого не поняли. Смотрите, российские инвесторы, то есть мы с вами, да, владеем расписками международной группы Киеви PLC. Ее акции раньше торговались на американской бирже NASDAQ. В январе она продала весь свой российский бизнес, который был для нее основным. И вот именно туда входят Киеви Банк, Киеви Кошельки, платежная система контакт и так далее. Покупателем стала гонконгская компания, которую менеджмент Киеви специально для этой сделки создал. Ну, то есть, по сути, вот сегодняшняя распродажа – это такая чистая воды паника. Что будет дальше с акционерами вот этой Киеви PLC, пока непонятно. В планах у компании было сделать байбэк по распискам, но это было до сегодняшнего падения. Но зато понятно, что компания получила свои деньги за продажу российского бизнеса, ну, а покупатели, по сути, приобрели как бы пустышку. Идем дальше. Смотрите, кроме Киеви у нас в лидерах снижения сегодня две компании, которые я хочу отметить – это полиметалл и это транснефть. С первой компанией все уже ясно, со второй получилось немножко неожиданно. Сегодня вот начались первые торги бумагами транснефти после сплита, и, как мне казалось, инвесторы должны были броситься их покупать. Но они, наоборот, ринулись продавать. И такое тоже бывает. Ну, с одной стороны, это произошло, конечно, на фоне медвежьих настроений по рынку в целом. Ну, а с другой стороны, индекс Мосбиржи потерял в районе 3%, пока торги бумагами транснефти были на паузе. И вот сейчас они, по сути, догоняют всех остальных. К тому же, в преддверии сплита бумаги компании прибавили около 15%, так что, ну, возможно, некоторые игроки просто банально решили зафиксировать прибыль, которую они заботали на ожиданиях. Ну, в общем, я в целом продолжаю на акции транснефти смотреть позитивно, и я думаю, что они еще могут хороший рост показать. Компания платит весьма приличные дивиденды, ну, а на ее доходы не так сильно влияют колебания нефтяных котировок, потому что цены на транспортировку нефти регулирует у нас государство. В этом плане компания немножко защищена. Умечила. С доходами все оказалось не очень. Сегодня компания отчиталась за прошлый год. Выручка снизилась на 6% до 405 миллиардов рублей. А вот чистая прибыль, которая приходится на акционеров, аж на 65% рухнула до 22 миллиардов. Во многом печальные результаты связаны с угольным сегментом. Добыча упала на 8%, ну, а продажи кукса снизились на 1,5. Инвесторов отчет предсказуемо расстроил. И, ну, собственно, вот как мы видим, префы и обычки к вечеру по 7% по компании теряли. Друзья, я понимаю, что просадка на рынке – это всегда такой большой стресс для инвесторов, но это не значит, что в этот момент стоит руки опускать. Лучше вместо этого трудности превратить в возможности, ну, а именно пополнить свой портфель активами, которые точно вам прибыль принесут. И речь идет про дивидендные акции. В прошлом году российский рынок у нас довольно активно восстанавливался после кризиса 2022 года, и многие компании у нас снова вернулись к выплатам дивидендов. Да, дивиденды для российского инвестора – это святая штука. Но к каким из них однозначно стоит присмотреться? Вот в чем вопрос. И ответ на него знают аналитики нашей платформы ИВПлюс, потому что ребята постоянно мониторят ситуацию на бирже, оперативно на все изменения реагируют, ну и, конечно, делятся этой информацией, используемыми телеме нашей подписки. И я вам хочу сказать, что 29 февраля уже довольно скоро на платформе пройдет прямой эфир, и там эксперты расскажут про нынешний дивидендный сезон, то есть про то, какие ценные бумаги в 2024 году принесут вам максимальную выгоду. Наши аналитики уже не раз доказали, что способны найти на рынке действительно стоящие предложения. Ну вот, например, акции компании Химпром, которые выросли на 335% за полтора года. Мне кажется, это очень хороший пример. Ну, ухватить Химпром вы, возможно, не успели, но это не значит, что таких прибыльных идей на Мосбирже больше не осталось. Какие компании нас в этом году удивят, можно будет узнать на как раз-таки эфире 29 февраля. Ну и тем более, что посмотреть его можно в любом удобном для вас месте, либо через мобильное приложение ИВПлюс, либо через ноутбук. Ну, в общем-то, все, что понадобится, это доступ в интернет и острое желание свой доход увеличить. Ну и, кстати, сейчас на подписку действует скидка 22%. Промо-код в описании есть, так что не упустите такую выгодную возможность. Пользуйтесь, ссылочка тоже в описании. Кто уже подписчиков плюс, просто обязательно приходите на эфир 29 февраля. Будет суперполезно, сжато, компактно и уверена, что вы унесете с собой огромную пользу. Ну а теперь, друзья, давайте посмотрим, что у нас на рынке кредитования происходит. И тут сразу спойлер, новые антирекорды. В прошлом году россияне набрали займов, как никогда раньше, почти на 35 триллионов рублей, и 3 триллиона из них уже пытаются взыскать приставы, потому что заемщики не в состоянии деньги самостоятельно вернуть. Цифры, конечно, астрономические, но вопрос, откуда они взялись. Смотрите, конечно, многие из нас к определенному уровню жизни привыкли. Там смартфон, машина, квартира, отпуск. Но позволить себе это с каждым годом становится все труднее. Денег многим людям не хватает, и при этом желание обновить какую-то технику, сделать ремонт в доме, никуда не исчезает. И тогда люди что делают? Оформляют кредит, потом еще кредит, и вот так вот как бы по цепочке. И это, конечно, серьезными проблемами чревато, причем буквально сразу для всех. Эксперты предупреждают, что у нас на рынке действительно может надуться кредитный пузырь. Это когда люди берут все больше, но отдают все меньше. И вот если он надуется и лопнет, то тогда здравствуй новый финансовый кризис. И, ну, в общем-то, такие опасные предпосылки есть. Ну, вот, например, на днях коллекторы же сказали, что больше четверти долгов, которые банки им предложили, бесперспективны. То есть шанс эти долги вернуть близок к нулю. В цифрах это 67 миллиардов рублей. И доля вот таких вот плохих невозвратных долгов уже третий год подряд у нас растет. Ну, собственно, если ничего не делают, то вся эта история может довольно дорого обойтись и экономике, и нам с вами тоже. И поэтому ЦБ сейчас очень последовательно борется с закредитованностью и сильнее все закручивает, как бы, гайки, да, в сфере займов для того, чтобы рынок остудить. Ну, например, что делает ЦБ? Он ужесточает выдачу гражданам с высоким долгом, да, с высокой долговой нагрузкой. Получает право там ограничивать ипотеку с определенными параметрами. Ну, и вот что ходить далеко, нам даже предлагают самих себя ограничивать, потому что вот новость, да, накануне Госдума приняла закон, по которому россияне смогут устанавливать самозапрет на выдачу кредитов. Этот механизм будет так работать, мы сможем ставить ограничители довольно быстро, да, просто вот в личном кабинете, нажав кнопку. Чтобы их снять, нужно будет время. И вот это должно помочь многим людям избежать пустых сиюминутных трат, ну и плюс, конечно же, это еще и мощная защита от мошенников. Поэтому, на самом деле, классный инструмент. К сожалению, закон начнет действовать только с 1 марта 2025 года. Что до этого момента делать? Ну, стараться тратить деньги с умом, избегать каких-то импульсивных покупок и брать кредиты только на то, что вам по карману. В общем, свою финансовую грамотность прокачивать. Мы в InvestFuture вам в этом поможем, так что подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. К тому же, друзья, не обязательно позволять банкам на вас наживаться. Вы сами их можете переиграть, причем за счет тех же инструментов, которые они нам втюхивают буквально годами. Хотела вам вот рассказать, что у нас в Телеграм-канале ребята написали очень интересный материал про то, как за полгода заработать 20-30% от вашей месячной зарплаты и абсолютно законно, и с нулевыми рисками. Для этого нужно всего два банковских продукта. Это вклад, и это кредитная карта. Ну, вообще, Телеграм-канал InvestFuture это такой, правда, очень, мне кажется, классный инструмент для тех, кого огромный поток информации в социальных сетях раздражает. Ребята там вытаскивают из мира инвестиций только все самое важное и объясняют это простыми словами. Но еще там много полезных подборок, лайфхаков, таблиц, которые вам значительно жизнь упростят, а время сэкономят. QR-код на экране, ссылочка в описании. Переходите, подписывайтесь и читайте пост про то, как заработать на кредитах. Ну, друзья, у нас сегодня было много таких напряженных, не самых радостных тем, поэтому в завершение давайте немножечко позитива добавим. Я хочу поздравить прекрасную половину нашей аудитории с Международным Днем Женского Счастья. Это, кстати, вот я узнала только в этом году, что 21 февраля отмечается такой праздник. Он совпадает с моим днем рождения. Мелочь, а приятно. Так что, девушки, желаю нам всем быть, как это ни банально, счастливыми, успешными, здоровыми. Я хочу сказать огромное спасибо за ваше поздравление с днем рождения. Мне очень приятно. Я сегодня весь день их читаю, радуюсь, краснею. Благодарю вас и шлю вам лучи тепла и объятий в эти холодные февральские дни. На этом у меня все, друзья. Спасибо за внимание. Вы смотрели InvestFuture. С вами была Кира Юхтенко. Все полезные ссылочки в описании к этому видео. Лучший подарок мне на день рождения это подписаться на наш канал и поставить лайк под этим видео. Ну и, собственно, до новых встреч у нас на канале. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok